Жители Алеппо, которые сумели выбраться из кварталов, занятых боевиками, постепенно привыкают к мирной жизни. Одним из крупнейших центров по оказанию помощи беженцам стал храм Ильи Пророка Антиохийской Православной Церкви. Гуманитарные наборы собирают по просьбе самих людей. Накануне их спросили, что вам больше всего необходимо. Гуманитарная помощь организуется по двум направлениям. Первое, материальное. Продукты питания, средства гигиены, констовары для школьников. Второе, частные уроки детям, работа психологов, стирка одежды для бедных людей. 30 тысяч человек в Алеппо уже получили помощь от церкви, а в целом по Сирии 3 миллиона. Помощь получают те нуждающиеся в нерелигиозной принадлежности. Террористы постоянно обстреливали наш собор. Есть разрушение. Погибли 50 прихожан. Боевики также похитили митрополита. О его судьбе ничего не известно. Эти наборы отличаются между собой. Есть для мужчин, для женщин, для детей. В частности, в них находятся средства гигиены, зубная паста, шампунь, стиральный порошок. Даже удивительное устройство – переносной пластиковый умывальник. Церковь или пророка не раз становилась мишенью для террористов. Они обстреливали ее в основном самодельными бомбами. Это такие баллоны, которые начинили взрывчаткой. Как напоминание, во дворе храма стоит автобус школьный. Он весь насквозь прошит полями, осколками. К счастью, дети тогда не пострадали. Усупели они вовремя выбежать из салона.